итак всем привет сегодня у нас понедельник хочу отснять для вас небольшое видео о том чем мы занимались чем я занималась на прошлых на прошлых выходных точнее на прошедших выходных да потому что у него только-только закончились неделя началась не совсем не совсем так как мне бы хотелось мы заболели я заболела и младший сын заболела он сегодня дома поэтому не знаю как у меня будет получаться снимать на этой неделе а были большие планы но опять же да ничего уже не сделаешь как есть поэтому сейчас буду вам показывать свои небольшое продвижение за последнее получается три дня до пятница суббота воскресенье потому что эти три дня я видео не выпускала не выпускала потому что ну выходные я обещала себе выходные хотя я не могу сказать что я не занималась работой вязанием просто чуть больше отдыха и чуть больше времени посвящала домашним делам от которых к сожалению никуда не денешься и все вот у меня были гости пятница день был посвящен выпуску мастер-класса ням сейчас по вставляю фотографии видео все что в общем осталось у меня вот съемки предыдущего варианта я выпустила наконец-то полноценный уже полный мастер-класс видео мастер-класс по вязанию платья регланом сверху вниз платье а силуэтом замечательно на самом деле платье и мне будет очень приятно если вы приобретете этот мастер-класс я вам сегодня оставлю прямую ссылку под видео первой строкой будет ссылка конкретно на этот мастер-класс я продлила стоимость продлила срок сниженной стоимости сегодня и до среды включительно этот мастер-класс будет стоить еще 325 рублей далее уже будет 425 рублей вот поэтому кто хотел кто ждал приобретайте там все очень просто вы приходите на бусте входите в систему любым удобным способом нажимаете на оплату поста купить пост до оплачиваете и этот пост будет всегда ваш если вдруг будут какие-то проблемы вы всегда можете мне написать на электронную почту или в любой социальной сети где меня можно найти instagram одноименный с каналом да то есть это всегда доступно плюс но время никуда не деваюсь да я тут сюда если какие-то проблемы технические можно всегда решить так все вставляю вам сейчас все эти фотографии и видео все что-то у меня осталось по этому платью паааааааааааааааа а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не так давно снимала, на прошлой неделе снимала тег ее И честно скажу, не знаю почему, очень давно не заходила на канал Лены Зашла к ней, пересмотрела пару последних видео И увидела приглашение в марафон, который называется «Носки нон-стоп» Очень понравилась идея, поэтому загляните, посмотрите У Лены уже вышло первое задание Марафон рассчитан пока на один месяц Задумка мне понравилась Поэтому я, скорее всего, приму участие, посмотрю Вот если бы не вот этот момент, что мы все простыли Однозначно я бы принимала участие А так я сегодня посмотрю, как мне снимается Как вообще будет Макс себя чувствовать Может быть он очень быстро отойдет Потому что он на самом деле не такой простывший Он такой, ну знаете, с тонкими намеками простуды Вот я заложена конкретно Вот, поэтому, в общем, планировала принимать участие Как получится, пока не знаю Значит, чем занималась я В эти дни я, опять же, да, скажу, что я занималась Последними деталями мастер-класса И еще не вся работа закончена Я еще хочу кое-что там сделать, да Но уже не по самому видеоуроку А больше по оформлению и по продвижению этого мастер-класса Потому что, ну, конечно бы, хотелось бы Чтобы большой кусок работы, который я проделала Чтобы получить хорошую обратную связь, да Иначе, честно скажу, теряется мотивация Пока что я немного расстроена тем Как он, ну, получается, не зашел, да Я удивлена и расстроена одновременно И разочарована, конечно же Вот, ну, теперь давайте уже поговорим о том Что мне вязалось, что не вязалось Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо Олю Бонифатовой За то, что она вот такая Оля Оля приезжала ко мне в субботу в гости Мы не виделись полгода Вот я здесь на этой новой квартире живу уже пять месяцев Сама в шоке Время очень быстро летит Ну, такое, в общем, немножко поболтаем, да И она была у меня в гостях в последний раз По-моему, в феврале И вот на эти выходные снова увиделись И мы с Олей сели и перепрятали кончики во всех моих готовых работах За последние полгода Вы не представляете, какой это кусок работы Я вам вставлю фотографию Сейчас вот этой кучи Сколько вы кончиков срезали То есть спрятали и срезали У меня огромная куча готовых работ И как только Макс выздоровеет И пойдет в детский сад Я обязательно сниму вам видео о готовых работах Потому что оно у меня было в планах Вот, так что, Оля, тебе спасибо большое За то, что ты приезжаешь И сама это предлагаешь Потому что я честно скажу Что я не собиралась Оле предлагать эту работу Это уже такое, знаете, какая-то такая Какой же такой Как это правильно называется Ну, прикол такой, да Что приезжает Оля и прячет меня кончики На самом деле я собралась это все сделать Но Оля сказала, неси Ну и как ей откажешь Вот, так, что касается моих продвижений на выходные У меня, значит, у меня одно небольшое продвижение И два новых процесса Ничего сверхъестественного я не начинала Ну, в общем, сейчас все увидите Значит, у меня вот это вот, что тут лежит Это вообще, скажем так Процесс, который пока что Перестал меня вообще Манить Потому что здесь самое неприятное началось Работы осталось мало Но вот это вот все Меня очень-очень-очень расстраивает Я не люблю, когда вязать неудобно Я не люблю, когда По метражу объем небольшой работы А двигается очень медленно Поэтому у меня это все движется Очень-очень плохо Я даже Ловлю себе на мысли, что готова Все это бросить И связать самую обычную обработку Просто резиночкой Но Вот посмотрим Если мне сегодня опять не будет идти совсем То я, конечно, это дело брошу И обработаю Наипростейшим способом Значит, что касается жилета Жилет готов Мы его примерили Все, в принципе, так, как я и хотела Промы действительно такие большие Но я такие и хотела Чтобы Даниле ничего не мешало Он не любит Неудобную одежду Я уже его постирала Он, правда, у меня пролежал вот так вот Всю ночь сложенный Но Ничего В общем Тут сверхъестественного не случилось Нормально он выглядит Здесь у меня Маркер держит Среднюю петлю Из которой Я потом буду В общем, она у меня такая станет За центральной петлей для обработки Так, что касается Сомнений моих Потому что у меня были сомнения Про вот за того Не слишком ли большие пройбы Я не знаю Мы примерили Все хорошо Мы сняли И я опять начала сомневаться И я понимаю, что Эти сомнения, наверное, просто связаны С моим общим состоянием Не совсем спокойным Да? Ну, сейчас такое время Не совсем спокойно Поэтому, скорее всего К жилету Это не имеет никакого отношения Я просто буду довязывать И будем Ну, уже по факту Да? Если там совсем что-то не то будет Тогда, конечно, буду переделать Но пока вообще Никаких намеков На то, что что-то там не так Нету Значит, что у меня здесь Я подняла вчера петли Для обработки проймы И провязала, получается Первый ряд По лицевой стороне И сейчас Чтобы у меня не было Вот этих кучи лесов Совсем я не хочу Хотя, может быть Я пожалею об этом Я сейчас Получается Провязываю петлю Которого у меня По изнаночной стороне И переснимаю петлю По лицевой стороне То есть Я хочу чередовать ряды Буду сначала Провязывать Петлю По лицевой стороне По задней Переснимаю Да? Потом наоборот И потом это все Провяжу по две вместе И уже выйду на резинку Пока что Жутко неудобно Конечно же Ну в общем Ну что поделаешь Такая вот эта обработка Не знаю Еще раз скажу Что совсем Мне не хочется Этим заниматься Если бы это была Просто резиночка Я бы очень быстро С этим справилась Я бы уже вчера закончила Но вот Не знаю вообще Стоит ли себя насиловать Такие вот у меня пока дела По пряже Все достаточно Вообще супер Я очень довольна Расходом Получается Не ушло Даже двух мотков Пока что Это вот остаток От второго мотка 100 граммового Это cotton good Цвет 203 Темный джинс Да? И вот здесь У меня не полный моток Это остаток Еще От предыдущего проекта То есть Он еще Скорее всего Ну скорее всего Не весь конечно Но останется Однозначно Вот С этим я бы хотела Разобраться сегодня Постепенно Да? Как раз таки Вот сильно Я ничего не поснимаю Сегодня Ну в общем Буду страдать Над этим жилетом Дай бог Что-то решится Может быть Я действительно Психаную И я сделаю Обычную Вязку резинкой Почему нет Ну в общем Почему нет Да? То есть Смотрится Тоже довольно неплохо Да? Если представить Вот так вот Как это будет То все очень неплохо Смотрится Может быть Действительно Не стоит мучиться Вот Так Это мое первое Продвижение Сегодня Это станет Основным процессом Моим Что надо закончить Работы Действительно Совсем мало Так О новых Процессах Я конечно же Начала вязать носки Я сделала это В субботу Не могу сказать Что я это планировала В планах На вязание В сентябре У меня конечно Этот процесс был Но начинать Я не собиралась Почему начала Я на выходные Себе так захотела Да? Чтобы у меня Была возможность Отдохнуть мозгами И вязать что-то Очень простое Ну и как-то вот Я сейчас смотрю Сериал Один Спасибо тебе Саша Маненок Да? За наводочку Теперь Не остановиться И мне реально Трудно остановиться Я всю неделю Вот будние дни Не смотрела ничего Все время посвящала Работе свободно И с нетерпением Ждала выходных Чтобы посмотреть Сериальчик Ну и вот Под сериальчик Я получается Начала вязать носок Так у меня По-моему На одном из таких Клубочков Есть какая-то там Этикеточка Да Вот она Значит у меня Такой пряжи Получается Пять расцветок Вот это текущее Вот это потемнее Вот это посередине Смотрите Вот это вот Серый меланж Такой Кстати вот Из такой бы пряжи Я бы как раз таки Создала платье И вот такой Зеленый Я брала эту пряжу У Саши Как и многую другую Это бобинная пряжа Я вам честно скажу Что на текущий момент Именно этой пряжи Я пока что Недовольна Недовольна Потому что я скорее всего Просто не умею Или не хочу уметь С ней работать Ну как бы Вяжешь и вяжешь Но потом Ее нужно как-то правильно Постирать И желательно Скорее всего Руками То есть здесь Я так предполагаю Машина Стирка исключена А я как человек Довольно занятой Мне нету времени На ручную стирку Поэтому я все стираю В машинке И если это какая-то вещь Которая требует Деликатной стирки То у меня Это просто Отдельная стирка Для вязаных изделий Которая конечно же Ставлена на соответствующий режим Если это Пряжа Требует Исключительно Ручной стирки То я просто Напросто С такой пряжей Не работаю Значит Скорее всего Это такая же пряжа По По уходу И по всему на свете Как я когда-то В прошлом году Вязала Тоже бобинные Такие синие Твидовые носки У меня есть еще Бордовый такой Моток И в итоге С этой пряжей Не подружилась Я связала носочки И конечно же Я их стирала В стиральной машине Я их вязала Для себя Или даже Не для себя Я вязала их Для бывшего мужа Но я ему Их не отдала То есть Росочки Остались у меня Я их потом Носила сама У нас небольшая разница По размеру В ноге То есть Они мне были Изначально Немного великоватые А после Нескольких Машинных стирок Они конечно же Свалялись И стали Мне малы То есть Они где-то На 37-36 Я Если не ошибаюсь Отдала их Вообще маме Или собиралась Отдать Потому что Они мне маленькие У меня у мамы Как раз Маленький размер ноги С этой пряжей Скорее всего Будет такая же история Но я не знаю Мы с Олей Пообщались Как раз Таки на эту тему Я попробую Себя заставить Хотя бы Первую стирку Чтобы как-то Влюбиться В эти носки Именно В то как Они будут выглядеть После стирки Постирать их руками Действительно Всю пропитку Эту выстирать Чтобы они Такие вот Разбухли Стали Как любая Точная Носочная пряжа Потому что Пока что Бобина Есть бобина Они сухие Они Не пушистые Пряжа Не эластичная Ну в общем Не моя любовь Сто процентов Никаких вообще Претензий К Саше Я просто рассказываю Про свои ощущения Но носки Как бы нужны И расцветка Исключительно мужская На этих носках Никаких узоров Не свяжешь Поэтому что остается Остается их вывязывать На вот такие Повседневные Домашние носки Или может даже Ботинки на прогулку На зимние носки У меня было По 80 грамм Каждого цвета Если я ничего не путаю Я взвешивала Уже в процессе Правда Вязания Но спицы Там Они легенькие Немного веса Не дадут Короче Первый носок Я связала Я вчера его Закончила Носки конечно же Огромные Я его Хотела Вчера Постирать Но Честно скажу Остановилась По одной простой причине Я не считала Ряды В процессе Вязания Очень конечно Я об этом Пожалела И боюсь Что если я сейчас Постираю А вдруг Случится чудо Пряжа распушится Я потом Попостирую И мы точно Ничего не смогу Постирать Мне нужно сесть Пересчитать ряды От последней прибавки До клина Подъема Тут ничего считать Не надо Тут я все знаю И вот это место Паголинка И резинки Чтобы у меня Второй носок Получился Точно такой же Методом перекладывания Я мерить Носки Не люблю Я люблю Чтобы все было четко Одинаковое количество рядов На каждом этапе вязания Поэтому Надо будет Сегодня обязательно Все это сделать И я хочу К вечеру Второй носок Все таки начать Чтобы Не растягивать Это удовольствие Как раз таки Для того Чтобы я дальше Могла начинать Уже Носки В марафоне У Лены Так Что касаемо пряжи Вот смотрите У меня На другой расцветке Лежит Болтается Вот такая Этикеточка Это получается Вот так называется Пряжа Наверняка Так Как это так Чтобы не засвечивало Вам что-то говорить Да 80% Мереносовой шерсти 20% По 100 грамм 420 метров Азалия Или как она называется Такая вот пряжа Скорее всего Я еще Одни носки Ну если все будет Хорошо с этими Постираем Из такой расцветки На эту зиму Свяжу И По мужским носкам Большим Думаю Что это будет все Именно для старшего сына А может быть и нет Посмотрим Носки начинаются Обычно Вот так Да То есть Ты их не планируешь Так Это мой Вот Такой Полуготовый Полуготовый Да Один носок готов Второй Вот еще надо вязать И еще один новый процесс Который я начала По-моему В пятницу Я начала вязать Черри джемпер И Немножечко я Это не он Да Немножечко Скажем так Встревожена Что-то мне подсказывает Что пряжу идет Очень много Значит Я вывязала Первый моток У меня всего Упаковка Это у меня Газал Баби Коттан Вот Этикеточки Здесь еще лежат 165 метров В 50 граммах То есть У меня упаковка Соответственно 1650 метров А вообще Обычно Конечно Для меня Это очень много Я Из такого же Метража Из упаковки Платье себе связала Оно Правда С длиной рукава До Локтя Но это же Все-таки Платье А не джемпер Ну в общем Ладно Пока не буду Накручивать себя Цвет у меня 34-42 Если кому интересно Это 60% До входа И 40% Покрила Пряжа лежит У меня уже Очень давно Наверное Года 4 Если даже Не больше Это когда-то Очень давняя Попытка Попробовать Продавать Пряжу Ну и тут На самом деле Ничего Такого Сверх Естественного Я просто Начала Вязать Спинку Связала Резиночку Один на один Такую Ну Как я Говорю Да Что я Всегда Резинку Один на один Вяжу Чисто На Визуальное Усмотрение Вот Мне показалось Что это Та самая Длина Которая Мне нужна И Провязала Сколько Мне хватило Пряжи Первого Мотка Полотно Риса Вот И меня Немножечко Вот Именно Этот момент И удручил Да Я рассчитывала Как Где-то Два с половиной Мотка На Спинку Где-то Три с половиной Мотка За счет Того Что на Переде Будут Узоры На Перед И По два Мотка На Рукав Но По два Мотка Конечно На рукав Не уйдет Потому что Рукав У меня Будет Спущенный Мне кажется В таких Джемперах Это Лучший Вариант Особенно Когда Узоры Такие Не совсем Стабильные Так У меня Получилось Из одного Мотка Не получилось Даже И 20 Сантиметров То есть Даже Если Учитывать Что там Будет Вырез Головины Скос Плеча Все равно У меня На спинку Ну Я так Предполагаю Три Мотка Уйдет То есть У меня Остается Единственная Надежда Что Допустим Три Мотка На спинку Четыре На перед За счет Узоров И по Полтора Мотка На рукава И вот При таком Раскладе Мне Хватит Пряжи Я что Для себя Решила Я сначала Свяжу Спинку Потом Я Видимо Свяжу Рукава И только Потом Перейду К переду Потому что Если я буду Видеть Что мне Не хватает На перед То есть Я получается Буду Вязать Перед В последний Момент И При наличии Готовой спинки Двух рукавов Мне уже не нужно Будет думать Про эти детали И Я буду Вязать Перед Опять же Снизу Вверх Это у меня Будет Шивное Изделие Если я буду Видеть Что мне Не хватает Пряжи То соответственно Я буду Регулировать Глубину Горловины Уже В зависимости От того Что у меня По пряже По наличию Но Все равно Очень надеюсь Что Я зря Сейчас Переживаю И все Будет Хорошо Вот Это Такой Себе Процесс Ну Вязать Его Конечно Я буду И носить Я буду То есть Здесь Но Рис Вязать Это Действительно Такая Себе Тягомотина Никакого Удовольствия От этого Нет Поэтому Ну Вот Буду Потихонечку Вязать Насколько Будет Хватать Терпения И Будет Учередовать С другими Процессами Что На этой Неделе Вообще Без Понятия Чем Это Все Закончится Я Сейчас Постоянно Отключаюсь Да Потому Что Не Дышит Нос Вообще У Меня И Не Знаю Где Так Умудрилась Вот Но Уже Влезла Так Значит Придется Лечиться И Я Скорее Всего На Этой Неделе Пока У меня Максим Дома Ничего Нового Начинать Не Буду Буду Двигать Все Процессы Которые Есть Было В Какой То День По Мому В Четверг Прошедший До 1 Сентября Было Очень Холодно Дома Или Это Было В Пятницу Мы Тут Кстати Уже Все Шерстяных Носках Дома И У Меня Руки Я Вязала Вот Этот Жилет У Меня Руки Просто Требовали Чего Нибудь Шерстяного Я Уже Сидела И Понимала Сейчас Начну Свитер Сейчас Начну Себе Свитер Носить Не Буду Наверное Но Чисто Повязать Шерсть Поэтому Я Начала Думать О том Что На Этой Неделе Будут Такие Же Моменты Когда Руки Будут Просить Шерсти И Что Я Буду Просто Вязать Плед Мотивами Он У меня Давно Уже Не Двигается Было Неплохо Хотя Пару Мотив Вязать Поэтому Что Сейчас Буду Делать У Меня Здесь Постоянно Сидеть Возможности Нет Поэтому Я Сейчас Соберу Корзину Большую Вот У меня Как раз Тут Соботная Стоит Сюда Все Сложу Что Может Мне На День Пригодится Все Ножнички Положу Все Процессы С собой Пряжу И Пойду С Максом Сидеть Будем Играть И По Возможности Буду Что Повязывать И Будем Надеяться Что Я Сказать Что Я Могу Рассчитывать На Поза Твердую Неделю Я Конечно Не Могу Вот Это Вроде Все Ну Да Увидимся Тогда Получается С вами В Следующих Роликах Огромное Спасибо За Ваши Просмотры Напоминаю Про Платье Если Вы Планировали Себе Создать Платье Обязательно Приобретайте Мастер Класс Пока Он Еще По Сниженной Цене Ссылочка В инфобоксе Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Увидимся В новых Роликах Не болейте Берегите Себя Одевайтесь Теплее Погода Сейчас Очень Обманчивая И Всем Пока Пока